Мы нищие и многих обогащаем, это наша власть. Мы нищими себя называем не потому, что у нас ничего нет, а потому, что мы сделали дистанцию, мы отрешились, мы сказали, да это все ерунда, управление номер один. Ты поставлен на управление, поставлен как сын, на котором мы поставили печать на лбу, раздавать хлеб жизни. Это сын, который не говорит, дай мне козленка, сын, который раздает этих козлят, назначает урочное служанкам, меру хлеба выделяет. Мне не нужен миллион долларов, мне нужно миллион возможностей. Процветание! Не здесь! Процветание! Здесь! Я хочу, чтобы ты знал, единственная цель у отца в твоем процветании я ведь избрание. Что нам здесь, да? Я нам добре тари, же? Там сзади нам хорошо тут? Урчите, я нам тари добре. Подходили ко мне некоторые, да, свидетельствовали о переживаниях своих. Удивительные такие переживания, классные. Такое сквелое, подивоводное проживание. Отец говорил в сердце. Отец млубил до сердца. И это еще не все. А то еще не все. Тем, кто остается с нами еще на четверг, на пятницу, на суботу, на воскресенье, вообще хорошо. Темы, которые мы будем поднимать, это темы, которые неизкушенному слушателю даже страшно слушать. Мы будем говорить и погружаться даже в откровение о нашей связи, о нашем общении с облаком свидетелей. О нашем споене и коммуникации с облаком святку. Меня иногда спрашивают, эти облака свидетели это умершие люди? А некоторые люди, которые не в глазах мира. А в наших глазах это наши соратники. Друзья. Пятые. С которыми мы будем общаться. Я верю и знаю точно. А я верю и верю, что в эти дни, что в эти дни, вот это откровение о едином облаке свидетелей, в котором мы живем, у некоторых и точнее даже у многих, полностью изменит их духовную жизнь. Упленно изменит их духовный живот. Она действительно будет сверхъестественной. А скучно уже будет этот живот надприрозеный. Тем, кто меня слушает очень хорошо. Тем, кто меня послухает, я верю мне добре. Аминь. Ано. Почему хорошо меня слушать? Потому что я не профессор богословия с бородой. Потому что я не профессор теологии с братком. И вообще у меня нет никакого богословия. А вовсе нет никакого богословия. Однажды отец несколько лет назад мне сказал, не создавай никакого богословия. Я говорю, ну меня будут спрашивать, вот как ты смотришь на это или на это? А я же мне говорю, но мне будут спрашивать, как ты смотришь на это или на это? Знаете, какой самый частый вопрос задают мне верующие люди? Вот они слушают меня, слушают, и чаще всего задают один вопрос. Угадайте о чем? Даже не попробуйте угадать? Вы не азартны? С какой деноминации? Независимо от деноминации, все верующие люди задают мне чаще всего один вопрос. И этот вопрос про ад. А как же ад? Слишком хорошо как-то все у тебя. Я им отвечаю, ну никак вы без ада не можете. А они говорят, ну если предположить, что ада уже нет, хотя я такого не говорил, если предположить, они говорят, что ада нет, то как быть с этими грешниками? Вот они там ходят. Они будут делать, что захотят. Я им отвечаю. Я говорю, скорее всего, это вы будете делать, что захотите, если сказать, что ада нет. Они говорят, мы никогда, мы верующие. Я говорю, а откуда вы знаете, что если отменить ада, то все захотят делать, что угодно? Я говорю, потому что вы сами чувствуете, что если вас не пугать, вы будете делать, что угодно. Я говорю, потому что вы сами цитите, что если вас не будут устраивать, так будете делать, что-либо. И есть еще одна причина, которую я хочу сегодня сказать. А еще один дубод, о котором я хочу сегодня говорить. Человек может создать себе ад. Человек может создать себе ад прямо тут. Прямо тут. И он делает это. А он это делает. Дело в том, что в 72. псалме есть потрясающая мысль. Там этот человек, который написал псалом Асав, он мучился такой. Он говорит, почему эти нечестивцы, они преуспевают? Денег у них много. Он говорит, они так преуспевают, что от жира у них глаза выкатились. Он говорит, что они так просперуют, что с их туху просто им лезут очи вен. Кожа на их животе так наценулась. Кожа на их брише и она та жена напнута. Она не просто закрыла глаза, а вытолкнула их. Они говорят, что на работу они не ходят. А он говорит, что до работы не ходят. Не терпят удары со всеми людьми. Я даже подумал, он пишет. А он пишет, помыслился, может, зря я стремился к этой чистоте. Молился. Можна я себе сбыточным молил. Может, зря. Можна я это сбыточным. И он говорит, до тех пор, пока я не зашел в твоё присутствие. И в твоём присутствии я понял, они живут в аду. Знаешь, почему тебе хочется иногда, чтобы грешники шли в ад? Потому что ты ещё не пережил присутствие Бога так сильно, чтобы понять, вне этого присутствия и есть ад. именно в этом присутствии ты понимаешь, деньги не что. Каким же надо быть дураком, чтобы считать, что деньги это рай? Андрей, мне кажется, ты немножко преувеличиваешь. Я вам покажу это сейчас из слов апостола Павла. Когда он говорит о разных извращенцах, предателях и прочих нечестивцах. Когда он говорит о разных извращенцах, безбожных и других злых людях. Он говорит одну фразу. Они находят в самих себе заслуженное наказание за свое заблуждение. Оказывается, апостол Павел, находясь в Божьем присутствии, понял, как когда-то этот Асаф. Он смотрел на этих людей, разных извращенцев, и говорил, да они уже наказаны, вы что не видите? Когда у человека съехала крыша настолько, что он не отличает, извиняюсь, мужчины от женщины. Здесь нельзя об этом говорить. Я вас предупредил на первом собрании, что я ничего не боюсь, поэтому я говорю, как есть. Я вас предупредил на первом собрании, что я ничего не боюсь, а поэтому мы говорим так, как это происходит. И поэтому, когда он говорит, если у них мозги съехали на бекрень настолько, что они ничего вообще вокруг себя не различают, а потому что он говорит, что они вообще не отличают, что они вообще ничего не различают. Как вы думаете, если вдруг их ввести в это Божье присутствие, поймут ли, в каком аду они жили? Что си думаете, что, когда мы уведем до Божьей присутствие, поймут ли, в каком пекле жили? Дай им это в кайф. А ты скажешь, а, они от того кайфуют, они с того имеют роскошь. Нет. Нет. Написано конкретно и четко. Две вещи. Первое. Две вещи. Что вся тварь стенает. Внутри них есть этот стон. Что их кто-то освободит от этого. Что есть, кто-то освободит от этого. Амин. 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 Но мы находимся рядом с ними. А мы мы ведем них. Часто сами не переживаем никакого Божьего присутствие. А часто сами не проживаем жадную Божьей присутствие. И земным мирилом смотрим на них и думаем, ну им хорошо. И мы не хотим признать, что они и так живут в аду. Потому что часто сами неподалеку гуляем там. Потому что часто сами делаем подобные вещи. Поэтому, дорогие друзья. А про то, дорогие, прятелы. Мы не будем сегодня, конечно, говорить про ад. Днес не будем говорить о пекле. Но мы сегодня поговорим за избранье. Але будем говорить о выволении. Я хотел бы, конечно, углубиться в эту тему, которую я сейчас зацепил. И говорить, что в глазах Бога эти люди наказаны, уже наказаны. Когда вы оборачивались на свою пройденную жизнь до своего обращения к Богу. И сейчас вспомните, как вы жили. У большинства из нас это и было похоже на ад. И мы еще не до конца иногда понимаем, насколько это падение было глубоким. Кто из вас хочет быть богатым? Все нормальные люди хотят быть богатым. А кто не хочет? Странно на собрании бизнесменов это спрашивать. Это дивно, пытается это на сромажение подникателя. Вы знаете, что многие века церковь вела себя? Ви, ты же много столетий церковь вернала? Достаточно таким проститутским образом. Достаточно таковым проститутским способом. Что ты сказал? Что ты сказал? Правду. Правду. Церковь публично унижала богачей. Церковь вере не пониживала богатые. Но тихонечко тянула всегда с них деньги. Но в моих глазах честнее было бы сказать, пошли вы со своими деньгами подальше. Но вместо этого публично все говорили, деньги это зло. И говорили, но зла нам нужно побольше. Знаете, есть такое выражение? Ух, зла не хватает. Видите, это такой выраз? Хибает зло. Поэтому вот так вот говорят, что деньги это зло. Ух, зла не хватает. Прото то, что они говорят, что это зло, а потребуем их и вывинили нам то зло. Так вот богатые. А так богатые. Есть мнение церкви о богачах. Есть назор церкви на богатые. И знаете, что в долгие годы у меня для богатых была только одна проповедь. Я эту проповедь никуда не убрал. Она до сих пор со мной. Вы тут? Так вот для богатых у меня была только одна проповедь. Злая проповедь. Иногда я ее еще применяю. А нигде то еще поуживаю. Это проповедь по апостолу Якову. То есть казание подле апостола Якова. Богатство ваше сгнило. Ваше богатство сгнило. И также по апостолу Павлу. А так я подле апостола Павла. Он учил своего ученика и говорил. Он учил своего ученика и говорил. Богатых увещавая, чтобы много о себе не думали. Богатых поучуй, чтобы сегодня о себе не мыслили. И я периодически богатым говорил эту проповедь. А часу часу я богатым говорил эту проповедь. Удивительно, у меня никогда не было денег. А подиву, у меня никто не был денег. Но однажды. И это было не так уж давно. А не было то так давно. Отец мне сказал. Отец мне сказал. То, что возможно для вас не является новостью. То, что может про вас не является новостью. Но это было откровение. Но это было откровение. Богатые люди. Это мой план. Это мой план. Я говорил, мы все станем богатыми. И отец мне сказал, что не все станут богатыми. А отец мне сказал, что не все станут богатыми. Мы не будем разбирать причины, почему не все. Мы лучше разберем причины, почему отец сказал, что его план богатые люди. Я не буду сейчас вам рассказать, что богатые люди, они должны там что-то спонсировать постоянно. Я даже бросил вызов многим учениям на эту тему. Знаете, есть такое выражение, от кого-то из учителей при успевании. Оно звучит так. Деньги – это колеса Евангелия. Я такой думаю, хм. То есть? То знамена? Денег нет, Евангелие не поедет или как? Но я почему-то в Библии вижу совершенно другое. Что сначала все полетело на огромной скорости. И потом туда пришли деньги. Люди, которые дали туда деньги, продавали имене и было такое. Люди там дали деньги, продавали свои маэтки и подобное. Сегодня я хочу вам представить этот образ, открытый мне отцом о богатом, а вообще о личности богача, который мне отец дъявил о особности богатого. Вы знаете, что когда проповедники, они любят притчу о богаче и Лазаре. Вы заметили, что многие верующие, они так любят, что вот богатому плохо было. Вот нажрался, а теперь на тебе. Самое главное, ему все равно, что этот богач еще вчера, может, его кормил. Он его кормил, а этот сидел и завидовал. Думает, вот у него есть, а у меня нет. Как бы я хотел, чтобы тебе было плохо. Но у меня сегодня хорошая новость. Богач — это божий план. Бить богатый — это божий план. Не тот богач, который в аду кричал «Отче Аврагам!». Не тот богач, который в пекле кричал «Отче Аврагам!». Есть образ другой. Но есть один образ. Лучший образ, который отец представил сегодня богатого человека. Нейлепший образ, который отец дал о богатом человеку. В Евангелии. Я в Евангелии. Это не просто те люди, которые кидали деньги, когда Иисус ходил. Не суток те люди, которые давали пензи, когда Иисус ходил. Но это богач с именем Иосиф из Аримафеи. Это богач с именем Иосиф из Аримафеи. Оставим пока Иосифа и посмотрим, что проповедовал Павел. Затем нехаем Иосифа в страну и подимаемся, что сказал Павел. Слушай меня очень внимательно, потому что в конце я буду молиться за Тебя. Послушай меня очень внимательно, потому что в конце я буду молиться за Тебя. Через наставление в вере подается Дух Святой. А сквозь выучивание во вере се давал в святый. И сегодня наставление в вере будет касаться преуспевания. А днес до научения веры се будет тикат в просперите. Давай отцу славу дадим. Дай мне отцу славу. Аллилуйя! Богатые, кто они? Кто же это богатые? Отец смотрит на Иосифа из Аримафеи. Отец сидит на Иосифа из Аримафеи. И однажды апостол Павел стоял перед правителем и он говорит такие слова. А едно апостол Павел, когда стал перед влазцем, так сказал такие слова. Я не буду все перечислять, но были несколько главных слов, о которых я хочу сказать. Он говорил о воскресении Человека Иисуса. Он млювил о воскрешении Человека Иисуса. Человека Иисуса. У одного из правителей закипела голова. Он сказал, ты безумствуешь. А одному из влацов то вжело в голове и он сказал, ты блазнишь. Подчеркиваю, Павел в тот момент говорил именно о воскресении. Правитель вскочил, говорит, ты безумствуешь, ты слишком ученый, ты сошел с ума. А влац в ту хвиле выскочил и сказал, ты блазнишь, ты се сблазнил. И вдруг Павел отвечает слова, которые отнесут нас снова к Иосифу из Аримафеи. А наедно Павел говорит слова, которые нас снова возьмут к Иосифу из Аримафеи. Он говорит, я не безумствую, а говорю слова здравого смысла. Он говорит, не блазним, но я говорю, здравые слова. Ибо это не в углу происходило. Это не делало негде в руку, негде в страну. Апостол Павел говорит, его воскресение общеизвестный факт, это не произошло где-то в углу. Он говорит, его вскрышение есть знамый факт, что это не стало негде на руку, негде в страну. И если Иисус из Назарета родился в тайне, никто не знал, его искал Ирод и не нашел. Если Сей Ежиш из Назарета народил в тайне, его взглядал Херодес, а не нашел его. Вы здесь? Все тари. То воскресение своего сына Бог сделал очень и очень и очень публичным фактом. Так, воскресение своего сына Бог сделал очень вероятным фактом. Можно ли сказать, что рождение Иисуса происходило не в углу? Можно ли сказать, что воскресение Иисуса стало негде в страну? Нет. Как раз таки рождение происходило в уголке. Тихонько. Не нашли. Не нашли его. Но его воскресение О нем позаботился Бог издавна. О том, что он постарался. А это должно было быть объявлено и громогласно произойти. А нужно было быть ознаменено, а стать это велицегласите. Сила воскресения должна быть явлена на большой площадке, на большой платформе. И за 800 лет до Рождества Христова Бог предсказывает, кто станет тем человеком, который поможет этому состояться громко. Иисус говорит, что ему предназначили гроб со злодеями, но похоронен он был у богатого. Бог предсказывает за 800 лет до события более чем за 800 лет до события. Он говорит, что гроб, который открывает мой сын. И там будет явлена сила воскресения. А будет там проявлена мощь воскресения. Он не будет находиться в каком-то тайном месте. То не будет на никаком тайном месте. В братской могиле с разбойниками. В никаком сполечном гробе с преступниками. Будет богатый человек, который позаботится о том, чтобы гроб был в элитном месте, на хорошем месте, где он будет доступен всем глазам. И мы читаем эту историю. А мы читаем этот пребег. В Евангелии от Иоанна, 19 главе. В Евангелии от Иоанна, 19 главе. Друзья мои, вы должны это услышать. Проверие, вы должны это услышать. Привилегия снять тело Иисуса, Сына Божьего, с креста принадлежала богатому Иосифу из Аримафеи. Привилегия снять тело укрышованного Иосифа из Аримафеи. Когда я видел эту историю созерцательно, я был перенесен в духе в тот момент, когда Иосиф снимал с креста это тело. Вы знаете, что в большинстве фильмов там каким-то образом его снимают мама с братьями, там ученики. Видите, что в большинстве фильмов на то дело снимают его матка и некоторые ученики. Религия и здесь постаралась. На Божьем свинце его это постарало. Потому что с креста его снимал Иосиф. Потому что с креста его сундавал Иосиф. Ученик Иисуса. Ученик Иисуса. Который осмелился, написано. И написано, который был смелый. В то время, как все ученики разбежались и дрожали от страха, был богатый человек. В то время, когда все ученики стали со страхом и утекли, так был богатый человек. Написано, что он был знаменит и состоял в Совете. И написано, что это был вызнанный человек, а был в Раде. Он поставил на кон все свое богатство, положение и даже жизнь. А он, влазни, давал до риску целое свое богатство, свою позицию и до конца живот. Чтобы предстать пред лицо безжалостного убийцы Понтия Пилата и попросить тело. И написано, что он пошел и снял тело. И когда я был там в духе, Я пережил сильное-сильное волнение до слез. Там написано, что он обвил тело плащаницей. А там и написано, что овинул то тело латкой. Из этой дорогущей ткани. С дорогой ткани, с дорогой латкой. Он взял это тело и на какое-то мгновение оказался единственным обладателем тела Господа Иисуса Христа. Он взял это тело и на определенный момент был единственным обладателем тела Пана Иисуса Христа. Никто не мог ему указывать, что делать с телом. Ему отдал это тело Пилат. Никто ему не мог сказать, что он мог делать с этим телом, потому что тело ему дал Пилат. Он выбрал лучшее место. Из всех кладбищенских мест выбрал лучшее место, где будет проявлена сила воскресения. Он заботился об этом теле. Он прекрасно помнил, что Иисус обещал, что он воскреснет. Он был его учеником. Он был его учеником. И было выбрано место, платформа. И было выбрано место, платформа, из которой была явлена сила воскресения. Дорогие друзья. Друзья, один богатый человек сделал так, что то, что задумал отец от вечности, произошло не в углу. Никто, кроме Иосифа и Заримафии, не мог зайти к Пилату. Никто. И сегодня я хочу, знаете, бросаю вызов религиозным чудикам, которые говорят, что политика и бизнес это вообще не от Бога. Иосиф был и политиком, и бизнесменом. Он состоял в городском совете как минимум, и он был богатым человеком. И сейчас я вам что-то хочу сказать, друзья. Это была единственная причина, почему вообще его пустили к Пилату. Не пустили помазанных апостолов. Никаких учеников. Ни маму, ни папу никого не пустили к Пилату. Туда имел вход богатый член совета из Заримафии. И в страхе, осмелившись, но он таки вошел туда. Он озвучил, что имеет какой-то определенный интерес забрать это тело. Я не знаю, что он там говорил. Я знаю версию, что Иосиф из Заримафии это вообще был родственник Иисуса. Но если честно, евреи все родственники. Поэтому не удивительно, если действительно он и был его родственником. Может быть, он отдал ему тело, потому что он был родственником. А почему не маме? А почему не братьям? Человека, Понтия и Пилата, был в этом мире один авторитет. Позиция и деньги. И этот пример, как нельзя лучше говорить о том, что именно эта позиция чаще всего может послужить там, куда не могут дойти ученики, которые просто проповедуют. Богатый человек, у которого был план от вечности на его жизнь в его животе, избранный Богом по пророчеству. Как вы думаете, кто позаботился о том, чтобы он был богат и знаменит? Что вы думаете, кто же постарал о том, чтобы он был богат и знаменит? Бог. Это Бог предсказал, что он будет богат, когда его еще не было даже на свете. Как вы думаете, сильно нужно было Иосифу стараться в бизнесе, чтобы добиться этой позиции? Как вы думаете, что вы думаете, Иосиф сильно старался, чтобы разбогатеть и стать знаменитым? Или нет? Знаешь, я не знаю, сильно ли он старался, но я знаю, кто заботился о том, чтобы получилось. Теперь я хочу вам сказать, дорогие друзья, об избране и кое-что. Мы сейчас проводим курс Меч Соломона. Скажи сейчас со мной это слово, избране. Скажи о себе, я избран. БЫТЬ БОГАТЫМ. БЫТЬ БОГАТЫМ. Избранный из избранных. Избранный из избранных избранных. ВЫВЛЕННЫЙ из избранных. И когда мы смотрим курс Меч Соломона, мы много говорим об избране. Однажды один брат написал мне недавно. Он говорит, это хороший курс, но ты все время ссылаешься на библейских персонажей. Это меня отвлекает. То Соломон. То еще кто-то там. Нет, это некто иный. Я говорю, ну курс называется Меч Соломона. Рикам, а в житт курс се называ Шаломону в меч. Если ты не хотел, чтобы я ссылался на Соломона, не надо бы вообще учиться там. Если не хочешь послухать, что я отказываю на Шаломону, я просто настолько живу созерцательной жизнью. Я надеюсь, я вас не буду смущать, если я скажу, что я общаюсь с Соломоном достаточно часто. Верим, что вас станет приведен до успеха, когда я скажу, что я не буду смущать, достаточно часто, достаточно часто млювим со Шаломоном. И поэтому, когда я ссылаюсь на библейский персонаж, это скорее выглядит так, как если бы я пришел к тебе и сказал, я тут общался с Соломоном. И кое-чему научился, хочу поделиться. И люди, которые вообще не понимают этого, они могут сказать, да давай не будем про библейских персонажей. А люди, которые не понимают, так скажут, я не буду вам млювить о библейских особах. Я говорю, если бы я сегодня к тебе пришел и сказал, я общался с Рокфеллером вчера, я хочу тебе что-то рассказать. Мислин, если бы я тебе сказал, вчера я млювил с Рокфеллером и я спрашиваю, ты бы слушал меня? Я не говорю, Рокфеллер, конечно слушал бы. Я говорю, так Рокфеллер чистил ботинки у Соломона, чтоб ты понимал. Потому что 23 тонны золота чистого в год на протяжении всей жизни приходило к Соломону. у Соломона было столько золота, что ну просто не хватит даже фантазии вообразить этого. Поэтому когда ты начинаешь это общение с ним, его жизнь достойна, чтобы изучить ее. А просто его живот я ходил для того, чтобы его студировать. Через сердцание удается увидеть его жизнь и многие секреты. А с козер духовное видение можешь видеть в его животе много таймств. Я хочу сказать, что первое, что я увидел, это избранье. А я хочу сказать, что первое, что я увидел, это избранье. Скажи избранье. Рекни, выволенье. Кто бы узнал о его мудрости и о его богатстве? Кто бы се доведел о его мудрости и богатстве? О его избранье тысячи лет спустя. О его выволении за тысячи лет, если бы он не был так богат. Клибе не был так богатый. Слышали, да, там? Слышали ли ты о какой-то личности? О, это избранник. О, это избранник. О нем могут заговорить верующие, о избранный Богом человек. Верующий млубий о выволенных богем людях. А как сделать так, чтобы об избраннике говорили и верующие, и неверующие? А как то уделать, оби о выволенном млубили и верующие, и неверующие? Вот посмотрите на Соломона. Подíveйте се на Шаломона. О его богатствах говорят все и ищут до сих пор. О его богатстве млуби всех не а до днеш с кого гледаи. И каждый раз, когда ты думаешь про богатство Соломона, ты будешь упираться в его избранье. Вы здесь? Ну что такого сделал Соломон? Чтоб так разбогатеть? Каким бизнесом занимался? Может он наркотики продавал? Как вы думаете? Ну на чем еще можно сделать столько денег? Может он занимался строительством небоскребов и магазинов? Может он забивал с собой выишковых буро обходу? Ну определенно он что-то строил, храм, например, построил. Дом себе отгрохал. Но про строительство сильно мы ничего не слышим. Вы тут? Соломон, будучи богат, стал известен. В его биографии, как и в биографии Иосифа из Аримафеи, есть что-то о храме. В его животописе, так как в животописе Иосифа с Аримафеи, есть что-то о храме. Именно богатому Соломону, процветающему Соломону, было доверено сделать храм. Именно богатому Иосифу из Аримафеи было доверено то, что стало новым храмом, тело Христа. А богатому Иосифу из Аримафеи, было сверено тяло Иосифа, который стал храмом. Амэн. Соломон построил храм. Смотрите аналогию. И туда сошла слава. Публично. Именно Соломон сделал так, что это не в углу происходило. Он строил храм, потом пришел, помолился, и слава сошла такая, что люди попадали с ног. Он ставил храм, а потом помолил, а слава сеступила так, что люди спали с ногу. Иосиф предпринял что-то по отношению к храму тела Иисуса. Иосиф ничего сделал к храму тела Иисуса. И именно после этого сила воскресения наполнила тело, он вышел и явился людям. А право после воскресения наполнила тело, он вышел и заявился людям. Бог избрал этих людей. как убедиться мне, что Бог меня тоже избрал быть богатым. Чтобы тебе убедиться, что ты избран, я сегодня скажу тебе две вещи. обе связаны с твоим отношением к своему избраню. в этом курсе я шучу относительно категории людей, называемых бездельниками. в этом курсе занимая от к к людей, которые называют непракуются или зала ч. Вы тут? Бездельники здесь? Зала ч. Но если ты не бездельник, твоя лопата ждет тебя уже на выходе. Я обожаю эту притчу про виноградник. Там были три категории людей. Первые любители хорошенько поработать. Когда пришли нанимать работников, они такие, я, 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 я. Всегда найдутся те, кто с охотой работает лопатой. Всегда найдутся те, кто в бизнесе день и ночь семья разваливается, но они работают, работают, работают. И эта категория людей, они говорят все своими руками. А тату категория людей, я, 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 я. Знаете, чем закончат эти люди? Тем же, чем закончили те первые. Упленно стей, как закончили те первые. Когда они увидели, что кто-то без работы получил деньги, они в ярость пришли просто. Книж увидели, что некто без працы достал пензе, так они се разлобили. Они потом шли домой злющие, как собаки. Потом шли домой злые, как пси. Вы видели таких людей вокруг себя? Даже в служении такие есть. Знаете, когда пастор всю жизнь 40 лет проповедовал, умерли все, кому он проповедовал. Он их добил все-таки. В рай отправил. И он чувствует, что вот-вот он вознесется. И вдруг появляется какой-то молодой сопляк, которому собственная мама говорит, сынок, тебе не надо проповедовать. И он видит, как у него действует там Святой Дух. Как он ездит. Как собираются люди. И сидит и думает, я 40 лет служил тебе. Почему у меня такого нет? И эти люди, они вечно злые. А ты, люди, они вечно злые. Запомни. Запомни. Если ты любитель хорошенько поработать. Если рад, добре працюешь. Ты будешь всегда злым. Так если с рад джешь, так будешь вечно злым. Недовольным. Неспокоеный. И всегда будет мало. А в жизни тебе будет мало. Вторая категория людей. Чуть-чуть умнее. Ненамного, но чуть-чуть. Су трошку разумнейши. Не хорошее, но троху. Они мыслят примерно так. Меньше работать, больше получать. Они все время ищут такую работу, где надо меньше работать, но больше получать. И это 90% всех людей, живущих на земле. В церкви это в основном 100%. Почему? Проч? Потому что они мыслят так. В Библии написано, кто не работает, тот не ешь. Нельзя совсем не работать. Потому что нельзя не есть. Поэтому надо чуть-чуть работать, но стараться, чтобы больше есть. И они все время в мучениях. Ну где такая работа есть вообще? Пошел туда, а там наоборот говорят, меньше ешь, больше работай. А там на оба хрикают, и меньше ешь, а мы не працуем. Это не от Бога. А что от Бога? А то, что от Бога, такого не существует вообще нигде. Никто не хочет платить, чтобы ты больше ел. Все хотят, чтобы ты еще платил и работал. Представляешь, ты приходишь и думаешь, больше платите, а я буду меньше работать. А этот работодатель, он такой же, как и ты. Он сидит и думает, как бы сделать так, чтобы ты еще работал за свои деньги. И когда ты не понимаешь этого, ты такой изумляешься, ну почему они не хотят больше платить? А он по ту сторону стала сидеть и говорит, почему ты не хочешь больше работать? Ну неужели тебе трудно остаться после работы еще на три часа и выйти в субботу? Ты говоришь, ну это не мой план жизни. А он говорит, ты не понимаешь, мне не хватает купить дом на Гавайях, работай, работай, работай. А есть третья категория. Они вообще не стремятся работать. Они сидят целый день и думают. А бывает такое, что просто повезло. Повезло! Ну где-то же есть такие истории, где повезло и люди не работают и нормально живут. Ну где-то же есть такие истории, когда не надо ни на кого работать и ты делаешь то, что тебе доставляет удовольствие и имеешь деньги. Где эти истории, почему они со мной не случаются? И это называются люди избранные. И именно тех, кто мечтает. Вот, друзья, вы послушайте меня сейчас. сейчас мне послушайте. Есть категория людей, которые мечтают о себе. О себе. Вот что. Так то. А вдруг я тот. А вдруг я тот, кого Бог поцеловал в лобик, кого Бог полипил на чело. Как меня, вот так, беленьким. Как у меня. Мои друзья, Яков был возлюблен Богом именно за это. Родиться первенцем в те времена было, чтобы быть поцелованным Богом. Он думал, ну почему Бог поцеловал этого Исава, а не меня? И он ходил за ним и говорит, продай мне свой поцелуй. Продай. Продай. А тот сидел такой, что такое поцелуй Бога? Та забирай. Потому что Исав любил лопату. Он хорошо охотился, он был выносливый, такой сильный, крутяк. А Яков, он был такой суслик. Он такой домашний был. Таковый домаций. В халатике ходил там. Супчик какой-то варил красный там. Варил там полевку червеную. И ходил и думал только об одном. Вот бы мне повезло. И хозяин виноградника, он пришел к этим третий раз, уже закат был. И они все еще стояли там. А они там стояли, еще стояли. Без дельники. Без дельники. У меня вопрос только один, почему они до сих пор домой не ушли? Чего они ждали так долго? Ну уже все понятно. Я маму я думаю, почему они там чекали? домино или карты. А хозяину в тот день ему все внутрь пречесалось. А там господарь пощадь 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 Он так хотел, чтобы все было не из-за денег. Он так хотел, чтобы не было не из-за лопаты. Не из-за ума. Не из-за труда. Не из-за праздника. И он решил под конец дня поразвлечься. Он подошел и забрал их. Они идут таки и говорят, а когда мы работать будем ночью, что ли? И самое главное, когда он их позвал, говорит, что будет причитаться, дам. Он бы мне обещал им динарий, как остальным. И вы знаете, чем закончилась эта история? У меня к вам один вопрос. И вам нужно ответить на него очень честно. Зачем хозяин раздавал деньги публично? Ну неужели трудно было дать каждому тихонько в конверте, и никто бы никому не завидовал? Последних бездельников он избрал, чтобы явить в своем хозяйстве то, что здесь решает не лопата, а избрание. Последних ребят он избрал, и раздавал деньги публично, чтобы все увидели, в моем царстве все решает не труд, не лопата, а избрание. Буквально его посыл выглядел таким. Ну и что, сколько ты работал? Его послание сделало так. Ну а что, как смог спраковать? Всегда найдется тот, кто будет работать. Всегда найдется тот, кто будет джить. Но отцу нравится избрать. Но отца любит все выбрать. На глазах всех вывести и показать, вот так делается моему сыну, которого я избрал. Потому что у меня к тебе еще один вопрос. Для тебя что лучше, работать или знать, кто ты? Работать или знать, кто ты? Я выбрал знать, кто я. Знаешь, я буквально топаю по земле ногами и говорю, я не буду работать. Я ходим по земле ногами, я не буду сидеть. Не, ну чем-то же ты занимаешься, тут рассказываешь, ездишь много. Но в жизни не делаешь, тады выправишь, как не ездишь. Я занимаюсь тем, что мне нравится. Я делаю то, что мне нравится. Аминь. Как вы думаете, ребята, которых последними привели в виноградник? Что си мыслите? Те клавицы, которые приведли этот господарь, как последний до Виницы? Им понравилось то, что там произошло? Либилось им, что там делало? Они пришли туда. Они там пришли. Посмотрели на лопаты. Подивалися на лопату. А смотрели виноградник. Посмотрели, как те двое докапывают что-то там. Только для одного. Сказать, хорошо, что это происходит не со мной. И только они это сказали, настал вечер, им выдали деньги. Сегодня я шагнул дальше. Я езжу по этим виноградникам и говорю, ребята, это не для вас. Бизнесом нужно заниматься в кайф. Кайф это роскошь? Кайф в роскошь. Это должно нравиться. И вот возвращаются все домой. Первая категория идут злые. Жене лучше спрятаться под кровать. Жена бы с рыхлой, рачей, сховала под постел. Вторые идут таки с двоящимися чувствами. Друзы идут с такими раздвоенными поцитами. Так бы мне хотелось быть на месте этих. Хорошо, хоть я туда не попал на место тех. Я в смирении. А третьи идут домой. Деньги в руке. Ещё полно сил на жену дома. Дети все сюда. Аллилуйя. Папа пришел. Тата пришел. Жена такая стоит думает, ты сегодня не работал. Манжелка дес тали стоїла и говорит, ты сегодня не работал. Потому что, когда ты работал, ты не такой приходишь. Потому что, когда ты работаешь, когда ты работаешь, так не приходишь таковый. Где ты был? Где ты был? Не поверишь. Не будешь верить. Работал и достает деньги. Працовался. А дали деньги. Как вы думаете, какая семья счастливая? Что си мыслите, какая родина есть счастливая? По-моему, не надо объяснять. Я си мыслом, что это не нужно высветловать. Самый последний вопрос, который задают мне христиане в этом. А последняя вопрос, которую мне дали христиане. Если все не будут копать, кто будет копать? Если все не будут джить, так кто будет джить? Я говорю, хочешь, я тебе скажу, как я думаю? Я говорю, хочешь, я тебе скажу, что я думаю? Мне все равно будет, кто копает. Это буду не я. Или тогда сделайте лопату с моторчиком. А где ты видел лопату с моторчиком? А где ты видел еврея с лопатой? А где ты видел жида с лопатой? Возвращаемся к избраню. Что эти люди сделаны, чтобы быть избранными? Две вещи. Первое. Они не хотели работать. Не хотели седрить. И второе. Они пошли за этим хозяином. Ну так логично, что пошли. Ну логично, что шли. А он им не обещал, сколько даст денег. Но он им не слепил, сколько им дать пенес. Более того, они не понимали, что можно заработать за этот короткий вечер. Что можно заработать. Это обращает нас к еще одному примеру из Библии. А то нас обращает еще к одному примеру из Библии. На пир попали те, кому было рассчитывать вообще не на что. На хостину се достали те, ктоси не могли с ничим почитать. Помните эту историю? Там звали избранных, работящих. Там звали выволеные, те, кто работали. И они почему-то не пошли. Но те, которые пришли, их собрали, буквально уговорили прийти. Те, которые пришли, так я просто взяли, дословно я премлывали. Если ты возьмешь человека, который под забором чем-то страдает или нищий, почему он не пойдет на твою свадьбу? Клиж возьмешь человека, который лежит něкде под плотом небо худобный, прочно путь на твою свадьбу? Скорее всего, если ты бомжа позовешь к себе на свадьбу, он не пойдет. Он побоится своего внешнего вида там. Потому что он будет бояться того, как он выглядит. Я помню один мой друг, диакон церкви. Я вспоминам, что один мой kamерат, диакон церкви, привел своего пьющего отца на собрание. Проведал своего отца, который запил на сромащене. Пятидесятническую церкви. И этот отец, он там сидел такой, ни жив, ни мертв. Пережил сильнейший стресс. Прожил велкий стресс. Вышел из церкви и говорит ему, сынок, никаких проблем нету. Вы классные. проповедь сильная. Музыка терпимая. Но говорит, вы все такие святые, это не для меня. Это не для меня. Вот примерно то, что ощущает человек, которого зовут на свадьбу. Поэтому хозяин пира говорит, убеди прийти, уговори, заставь просто. Единственное, что останавливало этих людей от избрания, что тех, которые с подворотен взяли на пир, что третью категорию позвали виноградник. Единственная мысль, мне там ничего не светит. Но они пошли туда. Они там шли без денег, без обещания конкретной оплаты. Бомжам, которых позвали на пир, никто ничего не обещал, просто придите и все. Именно эта категория без труда получила все. И он говорит, много мало избранных. Он говорит, много поволанных, но мало выволанных. Теперь совпадение. А теперь как это западает? позвали. на пир. У меня поля, семья, у меня столько работ, я не могу прийти мне никого. По званинам на гостину занепраздненый. Работай, работай. 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 С пиры не вкусишь. Будешь злой. Пожалеешь 300 раз, что ты остался. Те тоже хотели работать. Званных много. Избранных мало. Мало выволанных. Теперь слушай внимательно. Избранные это те, кто согласился пойти. Выволанные то есть те, кто согласился идти. Когда ничего не светит. Вот не светит тебе твой ум. Твой ум не 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 дает сбой. Не на что надеяться. Ты должен знать, что именно такие ситуации отец любит больше всего. есть и есть отец не витрат. Я тебе говорю сегодня что-то об избране. Заключение и одна фраза. Если только ты запомнишь эту фразу, просто впустишь ее внутрь. дашь запомнишь себя. И поглотить твою жизнь. Твой бизнес станет совершенно другим. Мы сейчас проводим курс Меж Соломона. Я вижу люди, у которых уже есть бизнес. Некоторые писали в чате такое. Не знаю, как кто, а я мечтаю избавиться от бизнеса. Я понимаю, что человек в бизнесе с лопатой напрягается. Я понимаю, что человек делает подникание с лопатой, что он се дре. Я думаю, я тоже не хочу такое бизнесе. Чем он отличается от лопаты? Особенно, когда увидишь избранного с деньгами. Ты понимаешь, сколько мне трудился, все равно твой динарь. Вот эта фраза. Знать, что ты избран лучше, чем работать. лопатой. Они распространяют обо мне гадости, что я призываю людей бросать с работы. Они расширяют глобости, что вызываю людей, чтобы отшли с работы. Но на самом деле бросить работу, это еще не значит, что ты понял, что ты избран. не понимаешь, что ты вы выбран. Вгрыз в вопрос своего избрания. Когда я понял, что я избран, я научил этому тысячу людей, но сегодня мое избрание, откровение об избрании, открывает мне двери и позволяет делать курсы бесплатными. А процветание умножается и умножается. Избране лучше, чем работа. Избранные могут себе позволить выбрать, чем заниматься. выбирать это привилегия сынов Божьих, ибо они свободны. Мне нравится приходить в магазин и покупать не то, на что денег хватает, а то, что мне нравится. заниматься тем, не ориентируясь, сколько за это платят, а тем, что мне нравится. Я настолько вошел во вкус в этом вопросе, что мне захотелось создать целую армию бездельников, которые не знают ничего, кроме того, что они избраны. Об этом Павел сказал, я решил не знать ничего, кроме Духа Животворящего. Дамы и господа, я здесь сегодня, для того, чтобы помочь вам перейти в новую стадию, новую страницу вашего успеха. Я верю в помазание, которое работает сильно в моей жизни, чтобы жить так, как я сейчас говорю. Если кто-то не знает, я не собираю десятин. Я не качаю людям мозги постоянно, чтобы поддержить мое служение, иначе оно сейчас заглохнет без колес Евангелия. Если ты бизнесмен, если ты преуспевающий человек, прими служение Иосифа и Заримафея. Ты должен знать, ты избран быть богат от создания мира. Ты призван ласково пронести его тело на своих руках, когда ты видишь, что оно изнемогает. Иногда тебе будет казаться, что ты один отвечаешь вообще за успех этого тела. Отец даст тебе пережить этот сокровенный момент. Богу сегодня нужны твои связи в правительстве. Бог не потребует твоих контактов во власть. Ему нужна твоя знаменитость, от которой отбивали у тебя желания годы и годы в религии возможно. А может в набоженстве роки это заглушивали называя это превозношением. Бог сегодня говорит об этом как об избране. Он даст тебе пережить этот сокровенный момент, когда кажется, что все тело Христово в твоих руках. И если ты будешь достаточно радикален и достаточно бесстрашным, он позволит тебе сделать так, что через твое служение, через твой бизнес, через твое положение в обществе, он поможет тебе сделать площадку, где явится сила воскресения. Что бы ты ни думал о своем преуспевании, я хочу тебе сказать, оно предусмотрено. Так любой так может сказать. Ну, кто может чувствовать призыв. Многие могут почувствовать то поволание, но согласиться быть избранным можешь только ты. Но согласиться быть выволенным можешь только ты. Я согласился. Я хожу и говорю, я научил еще тысячи людей, и я хожу и говорю, я красавчик. Я Божий любимчик. Красавец? Ах, красавец. И людей это раздражает. Знаете, почему? Потому что они с лопатой. Им надо много трудиться, чтобы быть красавчиком. Помните, я большие деньги заплатил за это гражданство. Помните, я дал большие пензи за это общество. Я много трудюсь, чтобы быть красавчиком Божьим. Ходнее седру, чтобы быть Божьим красавцем. А я и родился таким. Бог меня лизнул. Нельзя про Господа такое говорить. Если тебе нельзя, бери лопату и иди. Потому что здесь собрание тех, кому можно. Скажи, мне можно. я могу. Друзья, я верю в помазание. И сейчас я хочу молиться и высвобождать это помазание. Я хочу, чтобы буквально твой разум порвало от дерзновения. хочу, ты стал настолько безбашенным, чтобы даже я тебе позавидовал. если ты станешь успешным, легко, что даже твой успех заставит меня почувствовать лопату в руке. Я тебе скажу, что я сделаю, как настоящий красавчик. Я брошу лопату, вцеплюсь в тебя, и скажу, научи! И ты меня научишь. Согласны? Согласны? Договорились. Я думаю, сейчас нам надо подняться. Я хочу помолиться общую молитву помазания. А потом, если ты захочешь, ты можешь подойти еще отдельно. И мы еще помолимся за тебя. за тебя помолиться. Мы не будем устраивать большой молебен. Это будет достаточно краткая молитва. И если ты захочешь, потом подойдешь, я положу на тебя еще руки. Что имею, то и даю. Безбашенная жизнь избране. Последнее, что скажу, позвольте. я проповедник. Я проповедник. И знаете, у проповедников есть такая фишка молиться и готовиться к служению. А видите, казатели имеют такой звук молиться и приправиться на сромажение. Потому что нужно не ударить лицом в грязь, быть в порядке. Потому что нужно быть в порядке. я наблюдал многие месяцы одну и ту же картину. Я не могу готовить. Не могу готовить. Иногда мне кажется, что я туплю. Иногда мне кажется, что я какой-то небрежный. Некоторые мне кажется, что я несем пилый. Я говорю, Андрей, надо быть дисциплинированным. Надо готовиться, часами молиться. Я люблю молиться часами. Я пытаюсь готовиться, но я вижу, что как будто какая-то рука невидимая не дает мне это делать. Я эту руку бил, я говорил, дьявол, отойди, сатана, не мешай, я в молитве. До тех пор, пока однажды отец мне не сказал, это я. Я не хочу, чтобы ты был готов, потому что готовился. Я хочу, чтобы ты пришел, ибо уже все готово. Я хочу, чтобы ты пришел, был приправен. Ты почувствовал это? Почитил это? Не потому, что ты готовился, а потому, что уже все готово. Просто идти. динь. Отец, здесь все готово. Уж такой отец. Отец, я знаю, что ты тут многих лизнул. Как любимый отец. Ава. Папочка. Кто чувствовал твое дыхание? Не потому, что работал. Не потому, что седрел. Потому, что никогда не хотел работать. Всегда хотел чувствовать, что можно так. Помазание твое. Дыши его славой на этом месте. Это момент твоей перевернутой страницы. Момент, когда избранье наполняет тебя. Ты можешь чувствовать руку отца на своей голове. Я избрал тебя. Я jsem тебя выволил. Быть богатым. Ты возьмешь плащеницу, возьмешь покрывалом, покрывалом, которым ты покроешь мое тело. Ты покроешь мое тело. Ты сделаешь мое дело воскресенье известным. Я буду с тобой в твоем избранье. Я говорю тебе духом Божьим. Сын. Сыну. Все, за что ты возьмешься. Я предназначил превращаться в золото. Тебе не нужно долго искать, чем заниматься. Делай то, что ты хочешь. Начни с того, что ты хочешь. Религия движется в приказах. А мой дух движется в желаниях. приймай это помазание сейчас. С этого момента оно будет учит тебя избранье. Каждый раз, когда твой лоб наткнется на стену. И руки потянутся к лопате. Помазание будет говорить тебе нет. Избранье. 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 Познай, что ты избран. Отец, я благодарю тебя. А теперь я молюсь лично за тебя. Отец, ты открыл мне избранье. Открой это для каждого, кто здесь меня слышит. С такой силой, с такой мощью, чтобы Вавилон подпятился. Аб Бабилон падал. На глазах у всех, кто окружает. Покажи, как делается избранным твоим. Укаж, что есть для твоего выволения. Рядом будут скрипеть от злости зубами. Перлы будут скрипать злобу зубы. А твое лицо будет избранным. А твое облице будет обракено к выволеным. Не из-за лопаты. Не из-за зарплаты. Не из-за а потому, что ты так захотел. Я сейчас слышу, как Дух Святой внутрь вас говорит эти слова. Лапзай меня. Целуй меня, Господь. Я так люблю твои поцелуи. Я мам так рад твоя поліб и это свят. После твоего поцелуя по твоем полібку откроют любые двери. Отець каке колись двери. Наконец повезет. А наконец буду мить шесті. Там, где нужно было работать. А там, где было потреба се джит. Начнут просто открываться двери. Подним еще свої руки. Отче, я teď уволнюю анджели до каждого живота и созерцательную силу видеть великое и недоступное. Подняти руки это знак того, что ты взываешь. Подведнут руце это знак того, волашь. Визивашь. И принимаешь. Спасибо, отче. За эту перевернутую страницу. За эту превракенную странку. Вот творю все новое, сказал отец. Творим все новое, сказал отец. Амэн. Амэн. Давай дадим отцу славу. Он такой отец. Аллилуйя. Ему можно верить, его можно обнимать, на него можно опереться, он надежен. Ему можно верить, его можно обнимать, можно на него сполен от. Будь смелее, мой друг. Будь смелый. Это то, что я хотел сказать сегодня. Это то, что я хотел деск горит. Мы нищие и многих обогащаем, это наша власть. Мы нищими себя называем не потому, что у нас ничего нет, а потому, что мы сделали дистанцию, мы отрешились, сказали, да это все ерунда, управление номер один. Ты поставлен на управление, поставлен как сын, на которому поставили печать на лбу, раздавать хлеб жизни. Это сын, который не говорит, дай мне козленка, сын, который раздает этих козлят, назначает урочное служанкам, меру хлеба выделяет. Мне не нужен миллион долларов, мне нужно миллион возможностей. Процветание! не здесь! Процветание! Здесь! Я хочу, чтобы ты знал, единственная цель у отца в твоем процветании я ведь избрание! Ха-ха-ха-ха! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин